Всем привет, бонжур, хеллоу! Уже в новом 2017 году. И после всех этих праздников чувствуется острая нехватка деловой информации в организме. Поэтому сегодня мы как никогда серьезны. И прежде чем озадачить вас неминуемым ростом платежей налогов в 2017 году, сообщаем добрую весть. Алкогольное сообщество КВБ снижает стоимость вина на 40%. Как говорится, пошли навстречу населению. Ну а в остальном держи карман шире. Пенсионные обязательные взносы вырастут от 50 долларов 15 центов до уровня 2797. Для автономных работников процент вообще не детский. Максимальный взнос будет более высоким – 120 долларов. Спорный налог на здоровье отменен в 2017 году. Но жив в налоговой декларации за 2016-й, налог на здоровье вырастет от 200 до 1000 долларов в год. Это просто праздник какой-то. Вырастает официальная плата за детский сад, которая, конечно, индексируется, но растет на 20 центов в день на одного ребенка. Это примерно 182 долларов в год. Допустяки, дело-то житейское. И, конечно, наша любимая и лидер повышения цен – Гидроквебек. Почти 4 миллиона клиентов ненасыдного Гидроквебека увеличит счета на 1,6% с 1 апреля 2017 года. Что-нибудь не так? Что же? Ну, что-нибудь. Это ты меня спрашиваешь? А разве что-то не так? А еще муниципальные таксы будут расти. В Монреале рост планируется на 1,7%. Да и школьные тоже вырастут до 60 центов. Мы счастливы? Да, мы счастливы. Вот, пока мы счастливы, Канада тем временем заняла второе место среди стран по уровню жизни. Сразу после Германии учитывали, как говорят, все – здравоохранение, рынок труда и даже климат. Ну, что тут скажешь, есть такая работа – рейтинги составлять. А еще всем было бы счастье, если бы родители были рядом. Стоит ли ждать изменения в эмиграционной политике в 2017-м? Смотрите актуальное интервью. Быстрее будут рассматриваться супружеские спонсорства, быстрее будут рассматриваться спонсорства родителей. Вообще, все, что касается воссоединения семей, будет рассматриваться в ускоренном порядке и в приоритетном порядке. Еще при нашей памяти были три совершенно мертвых года – с 2011 по 2014, когда вообще не было спонсорства родителей. Но сегодня ситуация меняется, и что радует, есть разные варианты. И, значит, что сделали сейчас? Сейчас квота осталась та же – 10 тысяч, условия остались те же, гарантии как не было, так и нет на результат. Это все находится в руках государства. Мы все, так сказать, в руках государства. Единственное, что формат подачи изменился. Значит, теперь у нас с 3 января по 2 февраля все могут подавать заявку, называется «Выражение интереса на спонсорство». И после 2 февраля, это электронным путем делается, и после 2 февраля программа, это абсолютно компьютеризированный процесс, программа выберет те 10 тысяч, которые потом пойдут в рассмотрение. На самом деле я хочу немножко внести позитива в это. Во-первых, может быть, к июлю откроется еще один цикл, потому что мы говорим сейчас о том, что эти 10 тысяч, которые наберут, их, может быть, к июлю уже успеют хотя бы приблизительно обработать, и, может быть, в июле откроют еще 10 тысяч, еще одну квоту. Есть такое мнение, да, мы слышим об этом. Ну а если нет надежды на июль, то можно гуманитарную программу попробовать или оформить супервизу для родителей на 10 лет. А уж за это время… Или сменится правительство, законодательство поменяется, что-то будет. Всегда есть возможность, а в этом году даже чуть больше шансов забрать родных в Канаду. Просто любым вопросом нужно заниматься, и тогда обязательно повезет, и ваши родители приедут к вам. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, друзья, мы добрались и до вкусненького. Заядлые театралы и киношники довольно потирают руки, потому что в наших краях случилось культурнейшее событие. Прибыл Сергей Гармаш. Народный артист прибыл последней лошадью из Торонто. Был по-отечественному резок, грубоват, но справедлив. Ну, с такой мордой Ромео не играет. Я люблю юмор, я люблю общение с людьми, люблю анекдоты. Но быть артистом в жизни, продолжать, когда ты выходишь из кадра или выходишь из театра, это очень близко к Кащенко. Нежную монреальскую публику Гармаш слегка шокировал природной народностью и всяческими запретами, которые сам же, как вольный актер, и порушил. Вы знаете, я не танцую и не пою. Человек и кошка плачут у окошка, Серый дождик каплет прямо на стекло. Я буду рассказывать вам обо всем, кроме одного. Я не буду говорить о политике. Бываете ли вы на Украине? Да, бываю. Вы знаете, мне очень хочется. Туда. Далее в концерте истории, как случайно поступил, а как хотел в мореходку, как стройотрядил и прочие знаковые моменты из Википедии. Но все коротко, минут на 50. Экшн сделали сами зрители и их вопросы. Итак, правила жизни Сергея Гармаша. Так, на ваш взгляд, правильно воспитывать детей, Оля. У меня двое детей. Даша и Ваня. Оба от одной жены с разницей в 18 лет. Я не заставляю ни музыки, ничего, никаких кружков. Только одно. Вот как меня папа воспитывал. Только чтение. Каково играть в мерзанцев. Вы знаете, с точки зрения заработка одинаково. Расскажите, пожалуйста, о своих женщинах. Кавычка. А если здесь кто-нибудь в зале сидит, кто знает мою жену, она из Одессы. Вот таким мы увидели начало этого года, которое обещает быть по-петушиному клевым. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова